Добрый день, друзья! Всем привет! Сегодня с вами в рубрике Андрей Перваков и Олег Родин. Сегодня мы с вами поговорим об инструментах, которые мы используем в области здоровья и продвижения бизнеса Amway. Это программа РОФС, о ней расскажет нам Андрей Перваков. И о программе Nutrilogic потом расскажу я. Итак, Андрей, тебе слово. Спасибо, Олешка. Дорогие друзья, я постараюсь это сделать покороче. Надеюсь, будет понятно. Ну, во всяком случае, если будут в дальнейшем какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться или к коллеге, или ко мне. Что из себя представляет первая программа? Называется она РОФС. Сам приборчик выглядит таким образом. Используется он у нас на запястье. Здесь есть точка ЭТМС-7, то есть накладывается таким вот образом и запускается импульс буквально на три минуты. Электронный импульс попадает в наш организм, тестирует 17 систем и органов нашего организма и потом выдает ответ, дает диагностику, скажем, что как происходит. Все это выглядит в пятибалльной шкале и в цветовой гамме от темно-зеленого до темно-красного. И, соответственно, относительно этих цветов мы потом можем, скажем, проанализировать. Зачастую люди знают, может быть, зачем это нужно. Ну, скажем, на сегодняшний день самый бич такой, да, это стресс, который нас везде повсюду преследует, и мы не знаем, где он нас поймает, да, где у нас... И вот этот прибор, он помогает нам определить вот эти, скажем, стрессовые ситуации во всех сферах нашей жизни. Ну, давайте тогда начнем по порядочку. Скажем, вот, допустим, влияние вредных факторов. Окружающая среда, экология, неблагоприятные условия, труда, там, и тому подобное, да, вредные привычки. Вот этот прибор, он помогает все это выявить и показать, да, как вот эти, вот, скажем, влияние вредных факторов отражается на наших органах и системах. Второе, это нагрузки на тренировках, то есть это хорошая помощь спортсменам. Для чего? Благодаря этому приборчику можно контролировать эффективность физических нагрузок, а, соответственно, соответственно, подобрать оптимальный режим тренировок и отдыха. Даже вот в этой ситуации. Третий момент, это качество жизни, и вы знаете, вот, когда мы с людьми общаемся, часто люди говорят, меньше знаешь, лучше спишь, да. Я не хочу ничего сказать, что в моем организме происходит, но я с этими людьми не соглашусь по одной простой причине, потому что у меня на этот счет мнение совершенно другое. И вот качество жизни этот прибор позволяет, что там, выявить проблему и вовремя обратить на нее внимание. Вот, да, это самое главное. Здесь я сразу хочу добавить пример, допустим, из нашей жизни, когда мы людей тестировали этим прибором. Начинаешь человека тестировать, у него, допустим, иммунная система двойка, допустим, щитовидка, там, двойка, там, еще что-то, там, двойка, вот, сердечно-сосудистая система, двойка. И когда мы с человеком начинаем общаться, говорим, вот, сейчас нужно внимание обратить, вот, допустим, попить, допустим, витамина С, там, или еще что-то, да. Человек говорит, да я себя хорошо чувствую, вполне нормально. Но вот здесь вот есть, знаете, момент предвидения, мы когда научились с этим прибором работать, у нас что получается? Мы человеку объясняем, он у нас не слышит. Проходит неделя, человек заболевает. ОРЗ, там, еще что-то, да, что-то с легкими связано. То есть, все это работает реально, и все это, вот, мы это показываем. И вот, опять же, я возвращаюсь к этому качеству жизни, вот, если мы видим, что вот эти оценки у нас где-то там упали и тому подобное, мы можем вовремя сориентироваться, да, посмотреть, по каким органам, системам эти оценки упали, и там взять что-то на вооружение себе, какие-то там, допустим, БАДы, там, или еще что-то, да, вот. Мазью растереться, в конце концов. Здесь не идет речь только о витаминах, да, вот. Ну, конечно. Дальше. Нагрузки на работе. Опять же, вот, помогает определить, здесь уже психоэмоциональное состояние человека, потому что, скажем, работа у всех разная. У кого-то может быть физическая, у кого-то может быть психологическая, у кого-то может быть там еще как-то, вот. И мы не знаем, опять же, где вот этот момент стресса нас может одолеть. И момент очень интересный, и вот тоже, вот, скажем, этот прибор помогает оценить, именно вот индекс вот этого стресса. Забота о близких. Так как этот приборчик маленький, и мы его можем использовать в своих домашних условиях практически для всей семьи. И вот здесь я еще один пример хочу привести, который у меня, допустим, был с дочкой, очень интересный. Она утром, мы ее будем в школу, она просыпается, и она у нас такая вялая-вялая, хотя она у нас очень подвижный ребенок, экспульсивный, все. Начинаю задавать вопросы. Не отвечает ребенок. Я говорю, хорошо, иди садись, я тебя сейчас протестирую. Начинаю ее тестировать, она у нее в стрессе двойка. Я говорю, блин, ну, с человеком что-то случилось. Начинаю задавать вопросы, потом она мне раскрывается. Говорит, пап, мне приснился страшный сон, там вот всякие страшилки, монстры и тому подобное, да? То есть, человек очень расстроен, он уже, скажем, с утра вот такой вяленький и тому подобное. И вот смотрите, как это нам помогает. Зная вот это вот и то, что мы вот эту вот проблему выявили, есть у нас магний в Саше. Что мы делаем? Мы им даем порошочек, вот такой с цитрусовым привкусом, она его раз в ротик, проглотила, он у нее растворился, буквально 5-10 минут, все, она успокоилась, быстренько собралась, настроение поднялось, ребенок пообщался в школу. То есть, это что-то бесподобное, потрясающее. Дальше. Регулярное тестирование этим прибором нам дает что? То, что мы можем сбалансировать уже режим дня. То есть, имея вот эту схему, диаграмму, там, допустим, за несколько тестов, да? Видя вот это вот, скажем, мы можем сразу определить, где, в какой степени, как себя вести, допустим, и так далее. То, что касается правильного питания, этим прибором тоже мы можем помочь себе, допустим, в подборе сбалансированного питания. То есть, как это правильно сделать, допустим, относительно тех органов, где у нас, допустим, есть просадка, да? Мы можем уже добавить какие-то, допустим, витамины, там, микро-макроэлементы и тому подобное, чтобы вот энергетический ресурс вот этих органов приподнять. Ну, еще один момент, конечно, очень интересный, это мобильность, да? То есть, вот он такой маленький, находится в такой коробочке, то есть, мы его абсолютно везде можем с собой взять и, скажем, в любое время абсолютно проверить, ну, диагностировать. Он работает только на компьютере, либо на ноутбуке, да? Нет. Компьютер, ноутбук, смартфон, планшет, то есть, все, что угодно. Здесь, скажем, то, что в нашем отношении есть, есть, работает и на планшете, там немножко программа, она более навороченная, да? Вот. Я, вот, допустим, этим пользуюсь, ноутбуки, мне это тоже очень здорово в этом отношении помогает. Ну, и что еще можно сказать? То, что вот эта мобильность, она нам позволяет, так как вот затратное время вот этого теста, там буквально три минуты, да? И оно, я говорю, в любом месте, в любое время, можем даже во время тренировки, допустим, три минуты уделили, протестировались, посмотрели, позанимались. Можно второй тест повторно сделать через 20 минут. То есть, ребят, потрясающий прибор. Ну, хочу немножко окунуться, вот, хочется мне сказать, в историю, да, как это вообще, вот, откуда все это взялось. Сама программа была создана, скажем, нашими научными институтами российскими, ну, тогда Советского Союза, да? Вот. И были направлены на то, чтобы тестировать и определять психоэмоциональное состояние летчиков-испытателей. В то время, в 60-е годы уже готовились к полету в космос, там, и так далее, да? Ну, тогда, если помните, раньше были ИВМ, они вот такие огромные, практически во всю комнату. Сейчас это все снизошло вот до такого маленького размера. Программа, она модифицировалась, улучшилась. И сегодня мы имеем вот в своей практике именно вот такой потрясающий прибор. Всем рекомендую. И хочу сказать, что если кому-то будет интересно, мы в офисе здесь проводим вот эти тесты. Первый тест мы можем, допустим, своим партнерам, которые имеют свой номер, вам вы их сделаете бесплатно. Те, которые не имеют номера, могут протестироваться за 150 рублей и, соответственно, получить какую-либо консультацию. И, конечно, я сейчас хочу передать слово Родина Олегу, потому что вот недавно была запущена потрясающая программа Nutrilogic. Сразу хочу сказать, что Рафаэль с Камвэю не имеет никакого отношения, но программа Nutrilogic, это уже создано с помощью компании Amway, именно направлено в эту сторону. Так что прошу слово, Олешки. Спасибо, Андрей. Друзья, вот я хочу немножко поправить. Она создана, эта программа, не с помощью компании Amway, а компания Amway одобрила эту программу. Да, совершенно верно. И дала нам доступ к этой программе, скажем так. А разработана эта программа Российского института питания РАМ. Нутрициологами и диетологами. И, друзья мои, вот вокруг нас сейчас очень много информации по питанию. Есть там сбалансированное питание, функциональное питание, есть там правильное питание, неправильное питание. Ну, конечно, это понятие у всех, ну, свои. Да, допустим, если человек, он считает, что он правильно питается, но важно не только как он питается, важно чем он питается и в каких количествах. И существуют ли там макроэлементы, да, микроэлементы, там достаточно, там белка, там, и так далее, и так далее. Ну, много разных показателей. И как раз вот эта программа Nutrilogic, она направлена именно на то, чтобы выявить, что в нашем питании, ну, каких ингредиентов у нас недостает. Дефицит. Дефицит, да. И каких ингредиентов у нас переизбыток. А и такое тоже можно. Да, как именно вот сбалансировать наше вот непосредственное питание. И как выглядит эта программа? Вот ее плюс в том, что она может проходить полностью онлайн, то есть, не обязательно, чтобы человек находился вот рядом, хотя, естественно, когда человек находится рядом, это гораздо удобнее, потому что мы сразу можем не высылать ему опросники, я сейчас в дальнейшем расскажу, что это такое, а непосредственно человек присутствует и видит, как все это происходит, ему более, скажем, картинка вот эта открывается. Но если человек, допустим, в другом городе, либо просто он, ну, скажем, не комфортабельный, да, то есть, он не хочет никуда там выезжать, а вот именно он хочет получить все и сразу, такие люди тоже у нас есть. Что мы делаем? Мы его регистрируем, то есть, как это происходит? Мы забиваем в программу, в компьютер имя, фамилию, отчество, дату рождения, ну, естественно, пол, возраст, потом в дальнейшем рост, вес этого человека. Вот настолько тонко разработана вот эта программа, и давайте я сейчас немножечко по пунктам. Итак, вот первый пункт – это регистрация человека, да, как я уже сказал, фамилия, имя, отчество, дата рождения, почта. А второй – мы вычисляем пищевой статус человека, то есть, что это такое? Вот жизненная активность тоже очень важна, да, то есть, сколько человек в своей деятельности тратит тех же самых калорий. То есть, какая у него работа с сильными физическими там нагрузками, там, может быть, он умственный труд у него, может быть, он там в офисе сидит, там на компьютере работает, да, либо у него средний физический труд, то есть, ну, у всех же по-разному. Вот. Далее мы смотрим, человек занимается спортом, не занимается спортом, то есть, ну, вот дома, да, может быть, он на работе там до того устает, да, приходит домой, там, или лежит целый день на диване. Это тоже все учитывается, это тоже все, ну, работает в комплексе. А какая у него спортивная активность, то есть, легкий спорт, то есть, может быть, он просто там по утрам зарядку делает, да? Там же понятие спорта, может, тоже разное? Совершенно верно. Может быть, он раз в неделю там ходит, вот, допустим, когда погода хорошая, там, на лыжи прокатился раз в неделю, да, все. Либо он постоянно систематически ходит в спортзал, но, опять же, ходить в спортзал нужно по-разному. Либо он является спортсменом, и он, у него усиленные спортивные нагрузки. Это тоже все учитывается. Дальше. Норма суточного потребления белков, жиров, углеводов. И сколько именно калорий нам надо, вот, в течение дня. Все это программа вычисляет, вот, когда мы забиваем вот эти все данные в эту программу. Да, и я тебе допомню так, вот, я эту программу тоже тестировал. И мне понравилось, что там вот такие вопросы, которые задают, если, допустим, подробные вопросы, там около ста, да, на которые надо ответить. Там даже, сколько сосисочек вы съели в день, сколько сарделек вы съели в день, сколько кусочков колбаски, свинины, говядины. И когда мы вот это дело все расписываем, у нас вот складывается такая очень интересная... Как раз я к этому сейчас подойду. Это фактическое питание, то есть, что мы кушаем, да. В программе есть такой опросник. Этот опросник, он состоит из ста вопросов. Можем высылать человеку на электронную почту, либо смс-кой, да. Он проходит дома этот опросник. Ну, лучше, конечно, как я уже сказал, когда вот человек непосредственно рядом, и мы ему можем объяснить, как, ну, более четко, скажем, вот этот опросник пройти. А далее у нас заключение. Там прям, ну, такая, как кнопочка, да, мы нажимаем заключение, и программа нам выдает в заключение, каких именно веществ, каких витаминов, минералов нам не хватает, а каких перезбыток. Там прям все в процентах написано. И там составляется диаграмма, в виде диаграммы. Потом мы нажимаем опять оптимизация питания, и здесь мы можем уже варьировать. Либо мы можем полагаться на программу, она нам автоматически даст те витамины, которые есть в компании Amway, Nutrilite, да. Те витамины, те, допустим, пищевые добавки, которые нам помогут сбалансировать наше питание. И почему я говорю, когда вот человек рядом, оно более эффективно, потому что человек видит, допустим, мы берем пищевые волокна с унулином, да. Мы прям раз так добавляем их. И по шкале мы видим, какие там ингредиенты сразу пополняются с помощью вот этих вот пищевых волокон. Допустим, вот у меня попалась одна девушка, она проходила эту программу, тестировалась, тестировалась на расстоянии онлайн. И у нее по программе прям вот белков, жиров и углеводов очень много, прямо зашкаливает. Вот. А потом, когда начали проходить до конца, вот оптимизация питания, и я смотрю, у нее, ну, по белку нормально, а белок что это такое? Белок это аминокислоты. А вот некоторых аминокислот ей не хватает. И программа выдает ей протеин Nutrilite. А потому что нету полного набора вот этих аминокислот. Именно. Вот о чем я говорю. То есть, ребят, вот мы иногда кушаем, да, достаточно мяса. Вот я тоже тут с одним другом разговаривал, он говорит, да я ем замечательно, там, баранилка, там, это, 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 там. То есть, кушаю и овощи, и фрукты, и мясо, и рыбу, и все у меня замечательно. И мы иногда, ну, как мы можем судить, да, если мы не проверились. То есть, мы можем, конечно, сходить там в поликлинику, то есть, сейчас очень много всяких тестов, да, пройти, но это опять упирается в деньги. Если же мы хотим, хотим минимизировать, скажем, наши затраты и получить результат, вот, пожалуйста, с помощью этой программы очень эффективно. Да. И вот хочу еще добавить, причем самое интересное, то, что вот программа подает, скажем, ассортимент наших, допустим, вот, биологически активных добавок с учетом их концентрации. Совершенно верно, да. То есть, вот на столько все рассчитано, да, она и считает, скажем, то, что мы потребляем, обычное питание, которое покупаем в магазине, там, и тому подобное, скажем, какой там процент содержания, допустим, тех же белков, жиров, углеводов, да, и когда добавляют, допустим, нам тот же протеин, она его сразу перерасчитывает на концентрацию этого протеина, вот, и выдает, скажем, уже норму, какую нам необходимо употреблять, допустим, ежедневно. Это значит, что мне очень понравилось. Там, мало того, что она просто вот выдает, допустим, что нам надо, глюкозамин там, либо еще что-то добавить, да, она, эта программа показывает, сколько именно глюкозамина нам надо. То есть, сколько штук нам надо. Да, 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 сколько штук в день нам надо глюкозамина. Насколько долго, то есть, на месяц, либо там на два, там, сколько нам надо пропить эту глюкозамину. И, ты знаешь, я посмотрел, я протестировал, ну, порядка у меня сейчас пока человек 20, наверное, прошли тестирование. Вот, на примере этих людей я посмотрел, примерно питание, вот, в нашей полосе, оно примерно одинаково у всех. Ну, потому что мы в одни магазины ходим, да, но у кого-то там, может быть, есть возможность там, слоу хозяйства питаться, там, еще что-то. Вот, я посмотрел, вот, именно, ну, большинство ингредиентов, это глюкозамин у нас очень мало в питании. То есть, там прямо показаны совсем, там, крохи. Потом, опять же, сахара очень много. Большинство у людей сахар зашкаливает. Омега-3 малый. И таких вот компонентов, ребят, мы иногда просто, ну, не знаем, никто нам об этом не скажет, если мы сами не будем о себе заботиться, о своем здоровье, и не будем, скажем, проходить вот какие-то тестированные, либо сдавать анализы и так далее. Олежка, ну, мы на эту программу можно уже приглашать не только, скажем, партнеров вам вы, да? Естественно, конечно. У меня вот буквально девушка, она там тоже задала такой вопрос. У нее проблемы, у нее гастрит обнаружен. И вот она говорит, как бы вот, есть у вас что-то от гастрита, как люди говорят, да? Вот, ну, ребят, мы не занимаемся лечением, там, никаким сам ленчением. Я ей как раз посоветовал вот пройти вот эту программу, и мы с помощью этой программы будем видеть уже, от чего нам оттолкнуться. Потому что гастрит, он же, это не ОРЗ, правильно? Он не возникает просто так, ну, в принципе, как и ОРЗ. Вот. А гастрит, это значит, ну, все связано с питанием, там, с каким-то... Это вот далеко ходить не нужно. Буквально вчера на службе я пообщался со своим партнером, клиенткой. У меня там есть женщина в ЧОПе работает. У ней онкология, и, скажем, ей хотят дать новый гормональный препарат, принимать. Но при одном условии сказали, вот тебе нужно обязательно скинуть 10 килограмм. И вот она мне вчера, вот, скажем, подходит, мы с ней встречаемся, она говорит, Андрюш, как мне это сделать? Ты там что-то говорил про программу Детокс и тому подобное. И вот это как раз тот момент, то, что мы... Вот начало мы можем взять вот с этой программы Нутрилоджик. Мы сначала проходим тест, мы сначала проходим основу нашего питания, то, что у нас там придет, да, и уже по, скажем, диаграмме мы уже смотрим, какие дефициты у нас присутствуют, какие излишки, и там мы уже можем скорректировать, скажем, и уже вывести питание на тот уровень, который нам позволяет, скажем, вот эти килограммы скидывать. Совершенно верно, Андрей. Так программа Нутрилоджик, тестирование вот эта, она платная, она стоит 300 рублей, неважно, там, как для своих там партнеров, да, либо, допустим, пришел человек со стороны, для всех цена одинаковая 300 рублей. Но есть одно но. Те люди, допустим, я вот лично делаю для своих партнеров, в принципе, для тех людей, которые, ну, хотят, как бы, пройти программу, которые положительно смотрят на витамины и пищевые добавки. Я им предлагаю после программы, если они делают любой заказ по витаминам, то программы, они проходят бесплатно. То есть, 300 рублей им возвращаются обратно. Отлично. Если они прямо в этом же месяце делают заказ. Поэтому, ребят, я всех приглашаю, кому интересно, пишите, ставьте лайки. Насколько мне известно стало, ты сейчас вот вытянул информацию, то, что ты сейчас набираешь новую группу на пятидневную. Да, да. Буквально недавно. Есть числа, когда вы хотите запуститься? 11 числа, 11 февраля, да. Мы вот так, чтобы это озвучили, потому что сегодня в эфир это сделаем. Буквально вчера я послушал Ольгу Яна, она как раз говорила по поводу у нейки программы уже давно, потому что не все, так скажем, люди, во-первых, верят в это, а во-вторых, не все люди готовы выложить сразу, там, ну, скажем, трогаленькую сумму, там, порядка 21 тысячи за программу детокс, правильно? Хотя есть у нас бюджетная программа, ну, вот, скажем, когда я проходил, мы хотим же сразу результат, да, хороший. Поэтому, ну, лучше сразу денег подкопить, да, и запуститься на эту программу. Но для тех, кто хочет вот именно попробовать и узнать, ну, что же это такое, да, вот именно какие изменения пройдут вот именно за эти пять дней. Мы до этого проводили программу, пилотный проект, там у нас участвовал, если ты помнишь, что-то у меня все перемежалось, не пищевые волокна с анулином, а у нас тогда контроль аппетита был. Контроль аппетита. Вот, контроль аппетита обязательно, остальные витамины по желанию. Вот мы с супругой тоже пропивали контроль аппетита, и у меня за 10 дней был минус 2,5 килограмма. Ну, помимо, скажем, контроля аппетита, естественно, мы расписываем всю программу на эти 10 дней. То есть, ну, чтобы мучновые отказываемся, да, отказываемся от молочки, отказываемся от сладкого. Ну, и опять же, я хочу сказать, вот в чем прелесть наших вот этих программ, да. Это в том, что вот есть человек, который будет рядом с тобой на протяжении вот этих 10-25 дней. Конечно, конечно, Андрей. Есть куратор, да, который тебе будет помогать, который ответит на все вопросы. И когда вот я первый раз проходил программу, у меня было такое, что вот, допустим, 3 дня проходит, у меня начала сильно болеть голова. Я пишу куратору, говорю, вот так и так, я говорю, не знаю, нормально это, не нормально, у меня сильно болит голова. Стоит ли мне какую-то таблетку выпить, либо еще что-то. И мне куратор, она подсказала, говорит, пей больше воды. Слава богу, у нас вода хорошая, чистая, да, всегда рядом, всегда дома. Это с помощью системы очистки воды и спринг. И вот я, ну, буквально, она говорит, выпей, говорит, два стакана, это из-за чего болит голова, у нас выходят токсины из организма. Можно показать. Да, конечно. Бутылочки к спринг, фирменные, то есть все одно к одному. И вот я буквально 3 дня вот эти прошло, потому что первые 3 дня, они именно вот, ну, токсин выходит с организма, и они, ну, так скажем, самые сложные, вот считается. А потом, когда проходишь программу, любую программу уже в группе, это, конечно, гораздо легче. Группа, она и дисциплинирует, ты видишь, что люди отписываются, что они все делятся своим проблемами, у кого какие есть, делятся своими результатами. Тебе тоже хочется, тебя это затягивает. Очень интересно, всех приглашаю. Мне тоже хочется поделиться. Вот я, допустим, был на программе 21 день, но я был на мясной программе, потому что большинство людей думают, что нужно сейчас от мяса отказаться или еще что-то. Я вот сам по себе мясоед. И, конечно, когда вот эта программа вышла именно с мясом, с мясными вот этими вот этими там изделиями и так далее, я был очень доволен. Но 21 день, друзья, минус 9 килограмм. Да, это результат. Это очень серьезный результат, тем более для меня. Со 104 килограмм я ушел на 95. То есть, для меня это был вообще прогресс, конечно. И самое интересное, что я сейчас вот уже прошел четвертый месяц, я держусь в норме. Ну, после этих программ, во-первых, вот я тоже сколько раз замечал, у нас формируются наши привычки, помимо того, что чистится организм, мы уже, допустим, я раньше очень любил копчености. Сейчас я копчености уже, ну, как-то смотрю на них ровно, я не ем. Так же со сладким, так же, ну, со многими такими вещами. Поэтому вес держится и нам не хочется, как бы уже уходить от него. Ну, и, наверное, на посошок вопрос такой вот, Олеж, Нутрилоджик. Он там... есть перспектива? Перспектива в чем? В бизнесе, либо вообще? Естественно, Андрей, конечно. А потом, понимаешь, специалисты, вот программы Нутрилоджик, администраторы, они постоянно разрабатывают, улучшают эту программу. И здесь есть куда расти, скажем, и в бизнесе намного проще, скажем, человеку предложить какие-то витамины. Ну, мы же не врачи, правильно? Мы не можем вмешиваться в какие-то процессы, а вот с помощью вот этой программы мы знаем, что конкретно человеку нужно. И есть куда расти, есть с чем развиваться, ну, естественно. Ну что, закругляемся? Да, друзья. Спасибо огромное. Конечно, информации много, хочется еще говорить, говорить, говорить. Ну, вот мы смотрим уже 24 минуты, 25, не хотим вас загружать. Ну что, всем здоровья! Всех благ, друзья. Всего хорошего. Счастливо.